Здравствуйте, уважаемые зрители! С момента заснятия моего первого ролика об органическом земледелии прошу немало времени. И давненько я не снимал на эту тематику, поэтому новые зрители наверняка не догадываются, что у меня есть плейлист Organic Live, в котором я рассказываю об этом. Ну а отчасти вы сможете узнать, куда у меня уходит время и почему я не могу вылаживать на свой канал. Очень часто ролики, при даче этого все не оплачивается. Хотел немножко показать, как дальше у меня превращается огород в сад. Этот участок, где сейчас посажен лук, была посажена рожь. Я ее переполол, она была как седера. И здесь, поскольку я решил все-таки, чтобы не было сорняка, поскольку она хорошо вывела, временно посадит лук. Как вы видите, на переднем плане яблоня, дальше слива. Они смогли пережить непростое лето. У нас была тля, и было слишком влажно. Кстати, у меня есть соответствующие ролики на канале, как с дегтярным мылом бороться с тлей. Можете посмотреть. Это принимается потихоньку ремонантная малина. И там под забором у меня растет и кукуруза. Эти яблоньки и груша тоже подросли. Особенно груша была, пострадала от тали. Здесь мы временно посадили рассаду малины. То есть у нас были, когда мы продавали некондиции саженцы, выбрасывать просто не хотелось. Поэтому решили посадить, подумали, примется, примется, не примется. Если присмотреться, то вы увидите, что некоторые из них даже цветут. Здесь вторая грядка с ремонантной малиной. Но, как вы видите, она уже находится у меня между деревьями. Поэтому там практически ничего не засажено. Я планирую ее перенести вот туда дальше, чтобы она была и по эту сторону деревья. Здесь временно я засадил кукурузу и огурцы. Они еще не повсходили, поэтому я эту грядку полил, потом прополю. Переходим дальше. Еще одна яблонька у меня. Одна из самых больших, которая принялась уже неплохо родит. И также у меня есть здесь еще и красавец абрикос. Это моя грядка с клубникой. Мы ее пропололи, полили. Надо будет еще раз прополоть. Как видите, у нас уже она навязывается. Хотя сейчас начало мая. Она немножко запаздывает. Поскольку у нас холодная весна. Да вообще на юге немножко погода изменилась. Кроматические условия. Кстати, у меня на канале тоже есть соответствующий руль. Но это дерево, которое было быстрее всего. У меня пошло в рост. И сейчас самое большое. Черешня. В прошлом году ее было много. Но, к сожалению, из-за чрезмерно дождей и очень такого влажного лета. Многое сейчас погнило. Буду надеяться, что в этом году такого не будет. Здесь у меня я временно посадил чеснок. И тоже сад. Мы на этот участок перейдем немножко позднее. А вот сейчас хотел показать. Видите, это мой любимец собачка Бай. Кто помнит прошлые мои ролики, то здесь, на месте, где посажена картошка и накрыто агроволокном, находилась компостная куча. Я этот весь компост перенес на огород. Поэтому я листья не жгу. И не жгу сухой сорняк. Все у меня перегнивает. И соседям легче дышать. И огороду польза. Здесь, если присмотреться, у меня тоже была компостная куча. Но я немножко подобрал. Осталась вот такая вот ее часть. И здесь у меня уже свежий. Получается компост. Та, которая правее, уже более поздний. Здесь, которая левее. У меня отходы от моей собачки перемешиваются. С различными отходами с кухни. С различными, когда прорываю огород сорняками. И в итоге будет более поздний компост. Пойдем пока мясно-дальний гряд. Тут у меня тоже расположена клубника. Но она немножко позже садилась, эта грядка. Насколько я помню. Поэтому она не такая шикарная, как предыдущая. Некоторые не прижились были. Поэтому пришлось некоторые кустики пересаживать. Миндаль. Здесь у меня тоже, получается, между деревьями. Там была клубника, вернее. У меня, я ее убрал, поскольку нецелесообразно долго держат на одном месте. Но я решил посадить временно лук. Как севооборот, чтобы соблюдать там дальше. Где немножко травка виднеется, будет у меня, всходит у меня тыква. Ее нужно прорвать, но она не вся взошла, поэтому я не пропала. Здесь еще одна грядка с клубникой. Любим мы ее. Здесь тоже у меня был один лук-клубника. Я ее выпалил старую. Посадил временно лук. Буду думать потом, что садить дальше. Это черешенка. Она что-то не пережила. То ли само деревце было приболевшее, то ли земля ей здесь не подошла. У нас такой твердый здесь грунт. Ну, видимо, отбила от корня и даже зацвела. Это у меня слива. Тоже она, бедняжка, пострадала от ли. Но, тем не менее, она смогла, так сказать, выдужать или окрепнуть. Хотя она небольшая, но слив на ней очень много и вкусная. Буду надеяться, в этом году тоже будет. Это у меня последняя грядочка с клубникой. Тоже как-то она тяжело здесь приживалась, но смогли оккультурить. И поэтому уже видим, что, надеюсь, получу с нее неплохой урожай в этом году. Там дальше маленькое дерево. Если присмотреть, это ирга. У нас, кстати, много ирги. Есть даже целый поселок сегодня. Она там растет, как, можно сказать, как ограждение живое. Перейдем дальше на ту соседнюю грядку, которую я обещал показать. Здесь у меня тоже, получается, клубника не кондиция, которую не купили. Часть, которая не кондиция, часть, которую в прошлом году не купили. И поэтому я, чтобы не выбрался, отрешил ее посадить с целью дальнейшей продажи или, возможно, для замены старых кустов. Ну, как будет, покажет, потому что у нас, к сожалению, на юге Украины резко изменилась социально-политическая ситуация. Поэтому не знаем, что будет в будущем. Ну, и теперь покажу вам эту половину сада. Здесь я пока месть не знаю, буду ли что засаживать, пока месть пропалу. На ближнем плане абрикос. Он небольшой растет, более похож на дичку. Здесь я посадил горох, чтобы был покушать. И это пошли яблоньки. Моя мама, любимая теща, вырастила их семечек. Будем потом окулировать. А то грушка, довольно-таки вкусная, которая, надеюсь, в этом году тоже даст урожай. Не сильно быстро растет, но, по крайней мере, немножко плодоносит. Земля такая дала, что требует здесь, конечно, очень много труда. Ну, ничего. Это тоже еще одна яблонька у меня. И это тоже яблонька, были посажены семь. Мочек пока месть не родили, но укореняются. Так что, думаю, со временем будет и урожай. Это у меня растет под домом малина. Она ведь такая надикарка. Но, тем не менее, очень хорошо родит. Здесь, видать, ей подходит место. Она не такая крупная, как та ремонтная. Но зато такая сладкая-сладкая. И сочная. Здесь у меня, я сделал отросточки от нее. И весь вот этот кусочек у меня будет засажен малиной. Планирую малинник продолжить здесь, чтобы здесь был уже сад. На данный момент здесь засажены свекла и морковь. Посева оборота, посмотрели. Это яблонька колоновидная. Как вы видите, уже цветет. В прошлом году на это красавица нам уже принесла плоды. Похоже нечто, как на семеренка. Такая зеленая, твердоватая, с кислотой. Это у нас персик, который самосейка. В этом году цвел. Тоже был, приболел. Ну и выйдет, выздоровел. Посмотрим, что будет. Это айва, подарок. Один дедушка нам подарил на память. К сожалению, его уже нет в живых. Но память о нем у нас осталась. Тоже зацвела в этом году. Не просто было и пережить нападение тли. Прошлый год. Немножко было подсохло. Но, тем не менее, окрепло. Это грушка-дичка. И если вы посмотрите на этот участок, то будет заметно, что он порос травой. Но я хочу сказать, что с точки зрения органического земледелия, тут немножко мне посажены огурцы и кукуруза, не всякая трава есть, как сорняк, и плохо. Здесь я буду пока косить. Этот участок, мне так сказать, находится на выгуле. Там, кстати, я не знаю, были в предыдущих роликах или не, у меня шпалера появилась. Я все сделал. Здесь посажен розовый сорт винограда. И на данный момент я пока не буду просто здесь косить. Потому что, чтобы земля выгуливалась. А там посмотрим, что здесь будет. Но, по крайней мере, садить ничего не планирую. Кроме, возможно, деревьев. Гляну, как оно будет. Этого деревца в прошлых роликах не было. Поскольку это, я посадил ее. Это уже, получается, вторая осень будет здесь. Она уже плодоносит черешенка желтая. Такая красавица моя. Так что, возможно, попробую плоды. Палисадничек мой. Абрикосик. Ну и перейду, покажу сейчас еще персик. Это у меня возле дома палисадник. Кстати, здесь мы используем этот, как говорится, по-украински, заточный мисса, чтобы выращивать первую зелень. Кукуруза и петрушечка здесь растет. И вот он мой красавчик персик. Немножко приболел. Какая-то грибковая болезнь ум лечит. Но он на вид должен быть неплохой. Принес один персик в прошлом году. Я его не заметил, не оборвал. Довольно сочный и хороший. Таким образом, мой огород потихоньку превращается в сад. Этот участок у меня так и остался, который находится возле скважины. Кстати, у меня, как видите, насос не просто на палке привязан. Там есть демпферная резина. Есть даже свой ролик, как подключить погружной насос. Можете посмотреть. Здесь посажен салатик, разная зелень, редисочка. Оттуда виноград у нас будет отбиваться, мы его омолаживаем. Ну а здесь я тоже буду наводить порядок. У меня посажена малина. Поэтому тут у меня будет еще один малинник. Тут как раз стекает с душа. И такое удобное место. Спасибо за просмотр. Если интересно, можете просмотреть мои прошлые ролики. Не забывайте также возвращаться на канал, подписываться. До новых встреч на YouTube.